Всем привет! Сегодня видео мое будет об адениумах. Я немножко покажу свои цветущие растения и в то же время обрежу свой адениум 1 и привью его. И покажу еще в конце укоренение. Хочу показать вам, это моя прививка. Мой большой адениум. Посмотрите на нем прививка мадам матерфляй. Посмотрите какие красивые цветы. Это его родной сорт. Но на нем 4 сорта привита. Вот пока на нем распустилась два сорта. Но тоже очень красиво смотрится конечно, потому что у самого растения еще такие и формы красивые. Сейчас я вам покажу. Такие формы. Нарастил он у меня. Килограмм 5 уже весит. Без горшка причем. Красавчик! Нравится конечно мне адениумы. Очень так смотрится красиво. Сегодня 1 июля. Второй месяц лета. И вот у меня адениумы все-все-все в таких вот бутонах. Это сиенец. Ну он уже такой взросленький. Ему наверное года 4 точно. Он хоть не махровый, но так красиво смотрится. Его цветы. Смотрите. Ну это вот само растение мадам матерфляй. Я заказывала его из Таиланда уже тоже давно конечно же. И вот посмотрите сколько у него цветов. Они такие тяжелые, что они прямо так вот прям падают от тяжести, не держатся. Очень красиво смотрится. Ну и тоже формы очень такие красивые нарастил. Попу красивую и вот с цветами прям вообще. Глаз конечно радует. Это тоже у меня такой нарядный весь. Листьев главное нету, а весь вот в таких вот бутонах. Сейчас постараюсь вам так вот их всех показать. А вот еще один красавчик расцвел. Смотрите какой у него цветочек. И там еще множество бутонов еще не распустившихся. Этот сорт называется Солнце и Луна. Это прививка у меня. Я заказывала из Витнаму тоже уже давно. Ну лет пять уже точно она у меня живет. И каждый год радует меня вот такими прекрасными цветами. И посмотрите какие у него формы. Вообще такое тело. Я просто их поливала. Были сухие. Но я их сейчас поливаю раз наверное в неделю. Потому что у нас прохладно. Летом не пахнет вообще. Вот такая красота. Вот с ними еще и азалия здесь стоит. Тоже такой кустик очень красивый. Просто красоточка. А это расцвел мой сеянец первый раз. Цветочек конечно у него такой простенький. Но все равно очень приятно. Вырастила сама из сеянецки. Ну у него тоже там еще бутончики есть. И сегодня я буду обрезать вот этого друга. Я просто ждала когда он отцветет. Видите какой он у него вытянулся. Совершенно красиво. Но я его хочу не только обрезать. А его же сорт привить сюда. Чтобы здесь пушистый такой знаете был. Хочу так попробовать. Ну что приступим. Ну его вообще вот так вот обрежу сначала. Ну здесь можно и укоренить будет. И привить. И салфеткой немножко. Ну вот одну веточку вот сюда ему привью сейчас. Я сейчас вот здесь такой надрезик сделаю ему. Вот так вот. Вот так вот. И чуть-чуть ему вырежу. Вот так вот. Вот. Здесь придется вот так. Здесь вот так. Можно еще подлиньше вот эту вот. Сделать площадочку. И аккуратно сюда ее вставить. Вот так. Вот отлично. И теперь главное очень туго перемотать. Ну она прям там туго-туго зашла. Вообще отлично. И сейчас главное ее так перемотать. Как можно туже. Потому что от этого зависит прививка. Приживется или нет. Компорт. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И обязательно сделайте муки плечку в пакетик. Здесь хорошо он зачалкивается, не надо даже завязывать ничего. Вот, пожалуйста, все, будет пушистый, хороший будет. То есть у него здесь вот почки есть и прививочка, но здесь две никак не получится. Я хотела чай в две прививки сделать, чтобы он более пушистый был, ну просто некуда резать. Здесь, конечно, можно было еще сделать прививочку. Ну ладно, хватит одной прививки, потом посмотрим дальнейшее. Как поливать после прививки? Обычный режим, как раньше поливали, так и поливается. Потому что здесь же веточки остаются, здесь вот у него даже бутоны. Он, в принципе, даже, по идее, вроде как бутоны нужно убрать, чтобы вся сила ушла туда. Ну ничего, сейчас лето и прививки очень хорошо приживаются. То есть он здесь может и зацвести. Если захочет, он скинет, если ему сил будет маловато. То есть его выбор. И, конечно же, по срокам, месяц, через месяц, даже вот через недельки, две-три, уже у него должны вот здесь вот появиться почечки. Я, конечно, сниму видео в дальнейшем, покажу, как у него дела. И вот что с этим хвостиком, я хочу его укоренить. Жалко выкидывать. Сорт красивый. Просто здесь вот у меня получится раз-два-три. Ну, три точно черенка. И сейчас я при вас укореню. Ну, я вот сюда вот насыпаю перлит сухой. Так как я не буду выдерживать неделю, допустим, да, чтобы он подсох. Я его просто в сухой перлит воткну, а через недельку немножко смочу водичку. То есть они укореняются вот вообще вот, ну, просто. Я раньше что-то там пыталась, там, теплички, еще что-то. Вообще, в чистый перлит, и он прекрасно укореняется. Вот смотрите, этот у меня уже растет. А этот недавно поставила, тоже срезанный. Вот видите, в перлите сидит. И у него, видите, пошел молодой рост. Вот укореняется тоже где-то, наверное, ну, прям, если хорошо, чтобы укоренился, месяц, месяц нужно. И вот просто я их вот нарезаю. Главное не перепутать, где вверх-вниз. И вот просто вот так вот впервые стекаю. Вообще, правильный, конечно, будет, если адениум полежит, ну, хотя бы дней 5, вот просто без всего, как бы не на солнышке, чтобы он затянул рамки. Я просто делаю так, я уже так делала. В сухой перлит, я его поливать сейчас не буду. Я ему неделю дам, чтобы он затянул все-таки свои рамки. И вот еще один, потому что этот слишком тонкий, там ничего с него не будет. Вот, три вот так поставлю. Ничем обрабатывать не нужно. Адениум такое растение, он сам себя дезинфицирует. Вот. Все это лишнее. Вот таким нехитрым способом за 10 минут привели в порядок это растение взрослое. Оно сейчас будет, у него пышно, окрона будет, не будет расти одним хвостом. И в итоге получилось еще три адениума. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok